Домашние любимцы Запорожский куклачев или под звуки фанфар в обычной квартире. Немного о методах дрессировки котов. И все о разновидностях аквариумной рыбки Тетры. У вашей любимой собаки или кошки наконец-то появилось долгожданное потомство. Какие же шаги надо предпринять, чтобы и мама, и детки чувствовали себя комфортно и в безопасности? Количество щенков в помете может расходиться от одного щенка до 11-12 щенков. Но чем больше щенков, тем они менее жизнедеятельны. И вам в дальнейшем будет сложно выкормить их. В течение первых двух недель необходимо ежедневно взвешивать щенков, записывая результаты. Так вы сможете определить сильных и слабых. Если щенок активно стремится к еде, хорошо прибавляет весе, а если взять его на руки, он извивается и сильно толкается, тогда это нормально развивающийся щенок. Когда щенок безвольно лежит на руке и кажется безжизненным, можно быть уверенным, что в развитии происходит что-то не так. Нормальный вес здорового щенка у крупной породы где-то 350-500 грамм. У мелких пород, такие как Йорки, Чихуашки, то до 100 грамм это нормальный вес маленькой породы. То есть когда щеночек активненький, ползает, постоянно пытается найти сосок у мамы, то есть это нормальное здоровое животное. Когда щеночек малоактивный, плохо дышит, не очень активно сосет, то это как бы говорит о том, что щеночек слабенький. Это же относится и к котам. То есть в основном количество котят у кошек тоже варьирует от 1 до 4-5 котят. Так же самое стоит уделить внимание на подвижность животного, на его активность котенка. Патологию у новорожденного щенка можно определить сразу при рождении. То есть это или зайчья губа, волчья пасть, отсутствие анального отверстия. То есть это сразу видно, что это животное не жизнеспособное. Более мелких и слабых щенков подкладывайте к нижним соскам. На верхние соски, которые сложнее сосать, подкладывайте наиболее сильных и крупных. Следите, чтобы щенки разрабатывали все соски, иначе у суки может развиться мастит. Место для вашей будущей роженицы лучше отвезти тихое, спокойное, укромное, чтобы меньше там было людей, чтобы животное чувствовало себя в спокойствии, чтобы никто ей не мешал. То есть когда оно находится со своими животными, она их охраняет. У нее начинает развиваться инстинкт материнства и защиты своего потомства. То есть для этого лучше выделить или отдельную комнату, или для кошки коробочку. То есть чтобы меньше где-то поставить ее в менее проходимом месте. Если вы замечаете, что щенки и котята в помете очень беспокойные, все время пищат и расползаются, скорее всего им не хватает молока. Обычно у мам не хватает молока, когда их недостаточно или неправильно кормят. Некоторые считают, что молоко у кормящих появится, если в них вливать литрами коровье молоко. На самом деле от молока и мамы щенков может только пронести, так как собаки и коты его не усваивают. Молоко появится только благодаря качественному питанию и специальным кормам для щенных животных. Случилось так, что у вашей суки пропало молоко. Что делать? То есть есть как бы два варианта. В магазинах продается сучье молоко и кошачье молоко. Это сухое молоко в банках, которое разводится по инструкции и выкармливаются котята и щенки. Или же можно заметить это козье молоко. Козье молоко, оно приравнивается к сучьему молоку. То есть щенков можно начинать прикармливать, если, например, видите, что щенки беспокойные и постоянно кричат. То можно где-то с дня пятого потихонечку начинать их прикармливать козье молоко. Щенок или котенок может беспокоиться, если ему необходимо освободить кишечник и мочевой пузырь. Первое время они не могут этого делать самостоятельно. Поэтому после кормления давайте каждого щенка четвероногой мамаши. Пусть она своим языком массирует им животики. Иногда молодые суки отказываются массировать щенков или делают это недостаточно энергично. Тогда вы при помощи тампона, смоченного детским маслом, массируете живот и анальную область после каждого кормления самостоятельно. Для стимуляции мочеиспускания и дефекации. Щенок или котенок рождается глухим, слепым, но у него присутствует чувствительность. На пятые сутки щенок начинает понемногу уже слышать. С девятого по четырнадцатые сутки открываются глазки у животных. Ушные каналы открываются на четырнадцатый день. Первые зубы прорезаются на четырнадцатый двадцать первый день. Самостоятельно же малыши начинают ходить в туалет на двадцать первый день. На двадцать первые сутки щенков надо проглистогонить, чтобы подготовить их к первой вакцинации. То есть в двадцать первый день каждый щенок взвешивается и определенный обогресс отдаётся препарат. Так же самое в этот день вы гоняете глистов и маме. Надо уделить такое внимание, как купировка ушей, хвостов и прибылых пальцев. Есть такие породы, как азиаты, кавказские овчарки, ротвеллеры, то есть которым на третьи сутки купируются хвосты, уши и прибылые пальцы. То есть об этом стоит не забывать. С двадцать первого дня малышей можно подкармливать. В рацион добавляют сырое мясо, сыр. Можно запаривать сухой корм, который подбирается для животных по их возрасту. Но при этом не стоит забывать, что мамино молоко – самая полезная и вкусная еда. Поэтому после приема грубой пищи дайте деткам насладиться материнским молочком. Это и щенкам, и котятам, и их маме пойдет только на пользу. Ни один народ в мире не вывел столько пород собак, сколько вывели немцы. Они не только проявили редкое терпение, выявляя предков многих пород, но и достигли успеха в закреплении типа собаки. Один из самых замечательных примеров этому – шнауцер. Собаки, которые отличаются великолепным экстерьером и прекрасным умом. Родина резиншнауцеров – Баварская Нагория, область немецкой земли Северных Баварских Альп. До сих пор его происхождение вызывает споры между специалистами. Бесспорно только то, что резин, как и шнауцер, вообще восходит к очень старому семейству пинчеров. Видимо, к середине XIX века резин был уже достаточно хорош для того, чтобы члены Баварского королевского дома поместили его в свою семью. На портрете баварской принцессы Елизаветы изображен крупный шнауцер с красивой головой и жесткой шерстью. А принц-регент Леопольд имел в спутниках большого рыжего шнауцера. В конце XIX века резиншнауцер стал культивироваться как заводская порода, и, возможно, тогда кровям оригинальных крестьянских шнауцеров прилили кровь крупных немецких догов. К сожалению, о первых шагах в заводском разведении резинов можно только догадываться. Впервые эти собаки выставлялись в 1902 году, но порода не вызвала особого интереса публике, видимо, потому что представленные семь собак довольно сильно разнились в росте и даже в окрасе. Но уже через 7 лет, в 1909 году, 29 собак, показанных зрителям, были так хороши, что вызвали настоящий ажиотаж. Этот год и следует считать годом официального признания породы, существовавшей до 2023 года под названием Мюнхенский шнауцер. Почему резин шнауцеров называют резин шнауцером? Резин – это более крупная разновидность всех шнауцеров. В английском он так и называется прямым текстом, что это гигантский шнауцер. Какие-то крови примешивались к этой собаке? Есть разные версии. По одним версиям, что к исконно собакам прививались крови догов, но некоторые говорят, что просто были очень крупные собаки из исконных. Их разделили по разным растам и стандартам и отбирали именно, выводили резинов, выбирая просто более крупных собак. Резин шнауцер долгие годы оставался неизвестным за границами Баварии до окончания первого десятилетия нашего века. К тому времени перегоны скота ушли в прошлое, но породу все еще использовали мясники на скотопригонных дворах и на пивоварнях, где собака работала сторожем, прекрасно справляясь со своими обязанностями. Только в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, на гигантского шнауцера обратили внимание в полицейских питомниках Берлина и других крупнейших городов Германии. Он показал себя прилежным учеником, и с тех пор полицейская работа стала его основным занятием. Если шнауцеры – это охотники, допустим, сейчас на водяных крыс, ну, кто-то их к декоративным собакам приписывает, ризин шнауцеры, то есть где они используются, для чего они используются? Ну, я немножко хочу сказать, что все шнауцеры используются немножко в охоте, но это не охотничья собака, что миттель и все шнауцеры – это служебные собаки, которые сторожевые, полицейские, которые реально используются на службе во всех европейских странах, службе в полиции. Это служебная, в первую очередь, это сторожевая служебная собака. А на службе в полиции где? Патрулирование, задержание, поиск наркотиков, в МЧС, спасательных операциях, то есть применение очень разнообразное. Собака может выполнять любые функции. Какой курс дрессировки более приемлем для этой собаки? Что это? ОКД, ИПО? Работают ли они, то есть дрессируются ли они именно по ИПО? Да, это собаки дрессируются. ИПО – это как раз испытание служебных качеств собак, которые ходят, общее послушание, защитные и следовая работа. На всех крупных соревнованиях количество ризин шнауцеров уступает только немецким и бельгийским овчаркам. То есть их больше, чем доберманов, ротвейлеров. Это очень рабочие собаки, и они полностью подаются дрессировке. Для получения разведения, допуска к разведению, ризин шнауцер обязательно надо сдать экзамен по ИПО и общего курса дрессировки. Суки или кабелю? К кабелю по полной программе. Суки допускается упрощенный вариант. Это собака в городе. Но все равно собака должна сдать экзамен по дрессировке. Не сдавшие экзамены по дрессировке к разведению не допускаются. Важно понять, что миниатюрные, стандартные и гигантские шнауцеры – три разные и отличные друг от друга породы. Выведение шнауцера интересно тем, что в результате появились три породы, развивавшиеся по единому стандарту. Причем в процессе выведения метод скрещивания различных пород применялся очень редко. Если применялся вообще. По окрасам. Если мит или редкий окрас черный, то у ризанов? У ризанов перец солью. Окрас довольно-таки очень редкий. В основном черный. Первоначально окрасы были всевозможные, бурые, но в результате селекции остановились на тех, которые более предпочтительны. И появились черный и перец солью. Вот на этих окрасах и остановили. Эти окрасы между собой не скрещиваются. Это практически как две отдельные породы. Гигантский шнауцер по внешнему виду напоминает стандартного шнауцера. Это смелая и храбрая собака, но более крупная и мощная. Сильный с крепким костяком, почти квадратного формата. Активный и мускулистый. Темперамент сочетает отвагу и недоверчивость с умом и надежностью. Счастливым стечением обстоятельств было то, что среди первых заводчиков ризанов не было фанатиков одной лишь красоты. Они умели ценить и получать также отличные рабочие качества. Настороженность, злобность, преданность, недоверчивость к посторонним и хорошо развитое чутье. Сколько надо шнауцера тримминговать, ризеншнауцера? Ну, большой, так сказать, разницы по времени от размера не зависит. Столько времени не очень много. Если говорить по количеству раз, два-три раза в зависимости от того, как растет шерсть. По времени это занимает от четырех до шести часов в зависимости от качества шерсти и от того, насколько так добросовестно хотят. Что хотят? Или высточенная стрижка, или просто для себя. Ну, это время вполне окупается тем, что в промежутках между триммингами собака не линяет, в квартире шерсти практически нет. И, по мне, лучше два-три раза, два-три дня потратить на то, чтобы привести собаку в порядок, чем целый год терпеть шерсть везде, которая летает. То есть линьки у этой собак нет? У этой породе чисто выраженной линьки нет. Это жестко шерстные собаки, которые требуют тримминга, ну, специального ухода. Собаки не линяют, не имеют особого специфического запаха. Но шерсть считается менее аллергийной, чем у других собак. В этом большой плюс этой породы. Это спокойная и сдержанная, отважная, легко подающаяся дрессировки собака. До глубины сердца преданная хозяину и его семье. Игривая, дружелюбная, в спокойном состоянии и достаточно грозная, в возбужденном. Уравновешенный, надежный характер, крепкое сложение и густой, жесткий, способный выдержать любую непогоду шерстный покров, делают гигантского шнауцера одной из самых полезных, сильных и выносливых рабочих пород. В стандартах пишется о том, что эта собака очень своеобразная. То есть она настороженно относится к посторонним. И почему-то описывается, что если у вас есть дети, то желательно, чтобы эта собака гуляла с детьми под присмотром хозяева. Так ли это? Настороженность шнауцеров – это в крови. Настороженность, но не агрессия. То есть собака дает понять, что она охраняет свое хозяина, свое имущество, если она на работе, и совершенно спокойно, если она находится на простом выгуле. Лишней агрессией собака не стремится. Она старается решить вопросы, так сказать, спорные тем, продемонстрировав свою, так сказать, свою мусь, свою, не пуская в ход зубы. Насчет детей, у меня сейчас уже третий, четвертый шнауцер. Никаких проблем ни со своими, ни с чужими детьми никогда не были. Шнауцер ребенка не видит. Остается добавить только то, что первые заводчики, зная исключительную ценность ризеншнауцера, прямо указывали на то, что ажиотаж вокруг этой породы, необдуманный рост числа ризенов, будут вредны и просто погубят ее. В этом ризеншнауцер подобен драгоценному камню. Один крупный ограненный бриллиант будет тысячи крат дороже целой россыпи мелких и мутных камушков, миновавших опытных шлифовщиков. Ни для кого не секрет, что дрессировать диких животных трудно. Несмотря на то, что кошки живут с нами несколько тысяч лет, выдрессировать их сложнее всего, потому что, в отличие от собаки, кошка – своевольное создание, и заставить ее делать то, что ей не нравится, практически невозможно. Екатерина Стриженова, героиня нашего сюжета, живет в Запорожье и не имеет никакого отношения к цирку. Больше того, звукам фанфар она отдает предпочтение двигателям автомобилей. Эту хрупкую девушку привлекают троллейбусы и все, что с ними связано. Но желание иметь в доме Мурку у нее было с детства. Осуществить же его она не могла практически всю свою сознательную жизнь, потому что страдала аллергией. С чем и боролась долгие годы. И только в конце 90-х удалось избавиться от этой болезни. И в скорости в их квартире появилась первая кошка. Катя, недолго думая, назвала ее Гайкой. Окрас Гайки был трехцветной черепаховой. Обычно говорят, что коты такой расцветки приносят счастье их хозяевам. Счастье привалило через два года в виде еще одного кота, которого Екатерина подобрала на улице. Правда, в этот раз технические термины в кличке применять не стала и назвала его просто Максом. Гайка с Максом друг другу очень понравились. И у них вскоре родился сынишка, рыжий кот, которого Екатерина окрестила Симбой. И Гайка, и Макс, и Симба оказались настолько сообразительными котами, что хоть в школу отдавай. Правда, в школах у нас пока кошачью науку не преподают. Вскоре к ним в подъезд подбросили белую кошечку. Стрижевские ее забрали к себе, надеясь отдать в добрые руки. Но потом решили оставить. Кошечку назвали Налой. Как они принимают друг друга? Ну и те, которые родились в семье, это семья. А вот все-таки пришла Нала, да, чужая кошка. Я поняла, ее не котенком подбросили, а уже взрослой кошкой. То есть она уже сформированная была. И каким вот образом она влилась в коллектив. Хотя коты ж, наверное, кошек воспринимают гораздо лучше, чем кот-кота. Очень трудно. До сих пор у них межусобицы, до сих пор у них драки. Мне приходилось кошку даже в туалет и на кухне сопровождать, поскольку они ей прохода не давали, они ее поджидали за углами. Они ее били при первой же возможности, появившейся. Она у нас месяц прожила в кухне на шкафу. Потому что они не давали ей способности спуститься. Она там и кушала. Она только вот просила меня, чтобы я в туалет ее вывела. И опять залезала наверх на шкаф. Ну а сейчас как? А сейчас она более-менее нормально относится с остальными котами. А вот Дашу они приняли без проблем. Как свою сразу же. Она пришла и сразу же установила здесь свои порядки. И коты ее боятся. Может быть они уже постарели? Может быть постарели, а может быть действительно действует в такой джунгли из Маугли, что ни одна лапа не должна подняться против детей унаши. Прочитавки по литературе по дрессировке котов, Катя Стрижевская немедленно решила взяться за свое кошачье семейство. Выяснилось, не существует такого понятия, как самая подходящая для учебы порода кошек. Все домашние брызги владеют ярко выраженной индивидуальностью. Если вы решили дрессировать своего воспитанника, выбирайте кошку с такими особенностями характера, которые дополняли бы вас. Для дрессировки и учебы не стоит выбирать слишком маленького котенка или очень старую кошку. Пол ученика не суть важна. Но вы можете столкнуться с трудностями при дрессировке взрослого племенного животного, поскольку у племенных животных сильные защитные и материнские инстинкты, а это может помешать процессу учебы. Лучше всего поддаются дрессировке стерилизованные и кастрированные кошки и коты, хотя в любом правиле могут быть исключения. Увидела по телевизору выступление Кукулачева и решила попробовать с первой нашей кошкой гайкой, что получится. Единственная кошка начала прыгать сама по стульям, начала подниматься по лестнице. Когда появился Макс, он стал следом за ней повторять некоторые номера. Потом сделали тележку, в которую он возил эту кошку, и они стали выступать дуэтом. Симби было легче, потому что он смотрел на родителей и сам обучался у родителей. Труднее было, конечно, с Налой, потому что взяли мы ее. Она была очень агрессивна. Она в руки не давалась, она кусалась, бросалась при первой возможности, потому что жизнь у нее была трудная. Тем более коты ее били. Но она все равно наблюдала за остальными котами, и от них научилась уже делать все номера. Вот как дельфины, наверное, так же и коты обучаются друг от друга. Но, вот как вы с ней отметили, рыжий отказался работать. Это у них давняя основная такая конкуренция идет. Если Симба замечает, что Нала делает что-то лучше, чем он, он отказывается работать, уходит, и неделюбие вообще не участвует в дрессировке. Или же Нала обижается и тоже может не работать, если Симба сделала лучше, чем она что-то. Прежде всего, животное не должно бояться. Кошку надо просто любить и понимать. И ни в коем случае нельзя наказывать. С некоторыми животными можно работать кнутом и пряником, уколоть, если не выполнил трюк, и поощрить кусочком корма, если номер удался. Амурка, одно единственное ничем не оправданное наказание, запомнит на всю свою жизнь и уже никогда не станет для вас ничего делать. И еще. Кошки знают все, потому в отличие от всех других животных, очень проницательны. Поэтому, когда у дрессировщика плохое настроение, с ними лучше не работать. Следует настроиться на хороший лад, и только тогда у вас может что-то выйти. Тот, кто учится, должен чувствовать себя уютно в вашем обществе. Никогда не приведут к желаемому результату грубые огреки и физические наказания. Кошки и коты не выносят громких резких звуков и насилия над собой. Ну, конечно, можно добиться определенного поведения методом запугивания, но лишь на короткое время. Да и последствия такой учебы могут быть самыми печальными. Сколько уходит времени на отработку одного номера? На отработку одного номера уходит от одного дня до двух недель. Смотря по тому, как кот воспринимает этот номер, как он хочет участвовать в этом номере. Единственный номер, пока я не могу восстановить, это восьмерка. Восьмерку делала только гайка. Налка немного пыталась делать восьмерку, но ей это не понравилось. Эта восьмерка, это когда кошка ходит между ногами? Да, да, да. Вот гайка, она отлично делала эту восьмерку. А Нала пока не очень эту восьмерку хочет делать. Коты считают, что ниже их достоинства, куда-то под ногами у человека. А Даша, она еще очень молоденькая, очень энергичная, очень подвижная. Ей как-то выполнять что-то более замедленное очень сложно. Командой в процессе дрессировки следует произносить ровными, спокойными, но настойчивыми интонациями. Огромную роль в достижении успеха играет поощрение вашего воспитанника. Будьте последовательными. Выразил вашему домашнему любимцу однажды недовольство за определенную вину. Продолжайте всякий раз подчеркивать свое негативное отношение к ней, если вина повторится. Можем посоветовать также сердитое «нельзя» в сочетании с громким хлопком в ладоши. Коты не любят резких, неожиданных звуков. Учтите, что и наказание, и поощрение должны следовать сразу же после того, как произошло положительное или отрицательное действие вашего четвероногого подопечного. Иначе у животного не установятся причинно-следственные связи между его поведением и вашей реакцией. Дрессировка – это прежде всего умное использование инстинктивного поведения и особенностей характера животного. Никогда учеба не должна противоречить этому важнейшему принципу. Нельзя, например, отучить кошку или кота охотиться на домашнего попугая или метить территорию в процессе борьбы за верхнюю ступеньку в домашней иерархии. Также не удастся научить стыдливую, не очень активную кошку отважно перепрыгивать через табурет по команде. Пройтись, прыгнуть со стула на стол – это одно, да? Вы показываете рукой, в руке находится корм с технической точки зрения. Пустой корм, кстати. Ну, пустой. Но, тем не менее, они это знают. То есть технически как-то. Я не хочу сказать, что это легко, это сложно. Но, тем не менее. А вот как кота заставить мяукать? Точно так же, стимуляция и корма. Сказал мяу, получил корм. Не сказал мяу, ничего не получил. Ну, как он должен понять, что он должен сказать мяу? Потому что, если я говорю голос, он отвечает мяу, он получает корм. Та же реакция. Но он же должен понять, что голос – это значит мяу. Ну, конечно, для кота голос мяу, а кот же не скажет гав. Со своими дрессированными воспитанниками Екатерина снялась в передаче «Украина. Майя таланты», после чего отметила, что коты, как и люди, могут страдать звездной болезнью. Правда, лечить ее кошачьи специалисты пока не научились. Останавливаться же на достигнутом Катя Стрижевская не собирается. Впереди новые номера и новые успехи. Всем же начинающим она советует – понаблюдайте за вашей кошкой. Богатая мимика и разные интенсионные оттенки обычного мяу служат вашему любимцу для того, чтобы вы научились понимать его без слов. А уж вас-то он понимает прекрасно. Начинающие и опытные аквариумисты с большим удовольствием заводят рыбок, которые известны под общим названием «Тетры». Вид включает небольших, разнообразно окрашенных, в зависимости от подвида, рыбок, которые едва достигают 7 сантиметров в длину. Есть экземпляры, которые они вырастают длиннее 2 сантиметров и обычно имеют довольно узкое, иногда вытянутое в длину, порой почти ромбовидное тельце. Этих рыбок содержат достаточно большим количеством, то есть от 4, 5 до 7, 10 особей. Рыбки держатся в стайке, достаточно миролюбивые, любят как и открытые поверхности участки для плавания, так и заросшие там, где можно прятаться. Родиной рыбки «Тетра» является Южная Америка. В естественных природных условиях она обитает в неглубоких реках, придонных зарослях водорослей и корней водных растений, опавших листьях и корягах. Завозить в Европу «Тетру» стали 60-х годов 20-го века, при этом были открыты несколько новых видов. Окраска у разных видов «Тетры» всегда отличается. Есть рыбки со скромно окрашенной чешуей серого цвета, лишь две черные полосы проходят поперек туловища. Есть абсолютно черная аквариумная рыбка «Тетра» с ярко-синими глазами или с красным ободком вокруг глаз. У всех рыб этого вида очень явно выражен половой деморфизм. Самцы всегда окрашены намного ярче и красивее, чем невзрачные самочки. Если в аквариуме ухудшается условие содержания, то все «Тетры» теряют свою красивую окраску. Содержать «Тетр» несложно. Они непривередливы и неприхотливы. Кушают в основном, ну, как правило, всеядно едят и живые корма, едят замороженные, и сухие хлопья тоже в рацион у них входят. Яркий свет рыбка «Тетра» не любит, поэтому лучше использовать рассеянное освещение. Также надо обязательно посадить в одном углу аквариума или по его задней стенке достаточно много водорослей, чтобы рыбки могли в них прятаться. Эти рыбки, не требующие много большой повышенной температуры, им подойдет до 25 градусов. Они себя прекрасно чувствуют. Однако, несмотря на свою неприхотливость, воду надо подменивать каждую неделю, примерно одну шестую ее часть. Фильтрация и аэрация тоже желательны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова